Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынков компании Секмивы. Сами я, Артур Изятуллин. Нефтяные цены лишились вчера какой-либо опоры, рухнув более чем на 5%. Причем универсальной команды для продаж в виде отчета, заявления ОПЕК или какой-то новости со стороны спроса не поступало. Загадочным образом произошла синхронная переоценка перспектив спроса или предложения на рынке. Вывод о том, какая из фундаментальных сил привела к потере равновесия на рынке, важно сделать хотя бы лишь потому, что он будет иметь разные последствия для других активов и сформирует профиль чувствительности рынка к определенным сигналам. Если есть опасения замедления именно потребления среди основных импортеров нефти, кажется разумным обратить внимание на перспективы их экономического роста. Действительно, развитие базовых трендов экономических данных Китая, например, напоминает экстренное торможение экономики, взять недавнее сокращение экспорта, импорта или производственной активности. Однако, отвлекаясь от макроэкономических цифр, конкретные данные по импорту нефти Китая указывают на рекордный рост в ноябре до 10,43 миллионов баррелей в день. В годовом выражении рост составил 8,5%. После встречи Трампа с премьером Хиев в Аргентине китайские, НПЗ возобновили закупки нефти у американских поставщиков. Таможенные данные Южной Кореи за ноябрь показали, что страна не закупала три предыдущих месяца иранскую нефть, придерживаясь санкций США против Ирана. Позже США дали странам возможность возобновить покупки энергоресурсов у Ирана. Однако, как показывают данные, Южная Корея не спешит это делать, ссылаясь на отсутствие страховки на транспортировку и некоторые другие проблемы. В планах крупнейшего потребителя иранской нефти в Южной Корее корпорации SK Innovation возобновить прием иранских танкеров в середине января. Замещение иранских баррелей происходит через повышение закупок у главного поставщика Саудовской Аравии. Южная Корея повысила спрос на ближневосточную нефть на 16,6% в годовом выражении. В целом, объемы импорта нефти сократились на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, прежде всего из-за снижения спроса на иранскую нефть. Японский импорт нефти в ноябре также произошел ожидания, несмотря на отрицательный рост ВП в Японии, внося существенный вклад в увеличение совокупного объема импорта за прошлый месяц, который вырос на 12,5% в годовом выражении. Компания Fujiko, один из главных японских потребителей нефти из Ирана, планирует возновить покупки в январе, включая конденсат. Представитель компании заявил, что иранские цены их вполне устраивают, поэтому страна, вероятно, останется в списке ключевых поставщиков нефти. Однако, закупки могут быть вновь приостановлены в марте, так как правительство должно продлить страхование грузовых судов на следующий финансовый год, а это произойдет только в начале апреля. Неопределенность спроса на нефть в Японии, как видно, сосредоточена вокруг отношений с Ираном, которыми как общий потенциал потребления пока остается высоким у страны. Последние данные указывают на рост спроса на энергоносители в азиатском регионе, поэтому сложно оправдать давление на цены дефицитом покупателей. Тенденции к снижению спроса определенно есть, однако расцвет их придется только на следующий год. То есть фундаментальным драйвером для снижения цен они могут стать лишь в следующем году, когда страны-импортеры из азиатского региона начнут сокращать закупки. Следовательно, причину падения стоит искать в проблеме перепроизводства. Планируемое сокращение добычи Саудовской Аравии и России почти на 1,2 млн баррелей плохо сработало, так как фундамент для лидирующих ожиданий ребалансировки и роста цен не был заложен, так как есть сомнения, как быстро и согласованы участники соглашения смогут ограничить добычу. Последние данные от энергетического департамента США показали, что США уже перегоняют Россию и Саудовскую Аравию в темпах производства. В прошлом месяце они добыли 11,7 млн баррелей в день, получив таким образом энергетическую независимость и даже став нетоэкспортером нефти. Добыча нефти в Российской Федерации ключевого игрока в глобальном нефтяном альянсе достигла 11,4 млн баррелей в декабре, что, конечно же, слабо напоминает готовность к сокращению добычи. Количество пробуренных скважин в Пермском бассейне и Нью-Мехико выросло на 238 единиц до 4039. В торговом хабе в Мидленде и Техасе нефть предлагают уже за менее чем 39 долларов за баррель. Естественно, в свете значительного переизбытка нефти в США, ограничение добычи странами ОПЕК и России становится невыгодным и малоэффективным, так как американские производители охотно заполнят высвободившийся спрос. Наводнение рынка американскими баррелями пока что сдержит возможности экспорта за океан, поэтому пока излишки будут скапливаться в портах Хьюстона и корпус Кристи в США. По данным того же энергетического департамента США, совокупный объем добычи нефти в США достигнет к концу 2019 года 17,4 млн баррелей, а импорт нефти упадет до 320 тысяч баррелей минимального уровня с 1949 года. Если взглянуть на кривую фьючерсов, как на индикатор переизбытка нефти на рынке, то видно, что контракты с более отдаленным сроком исполнения сейчас стоят дороже, чем контракты на спот рынке. Это говорит о том, что именно на спот рынке сейчас присутствует переизбыток предложения. Еще буквально пару месяцев назад эта кривая выглядела по-другому, она была вогнута вниз, это говорило, что ОПЕК удалось погасить переизбыток нефти на рынке, таким образом даже создать некоторый дефицит. В начале 2017 года министр нефти Саудовской Аравии Альфа-Лих заявил, что снижение добычи в ответ на структурные сдвиги в предложении по большей части были неэффективны. Королевство будет делать одномоментные корректировки в производстве, в ином случае предоставит ценообразование свободному рынку. Сейчас Саудовская Аравия, естественно, сталкивается с вызовом, похожим на ситуацию в 2014 году. И если брать Сау Альфа-Лиха за основу стратегии борьбы королевства за рынок, то цены обречены на дальнейшее снижение, ведь американские производители не собираются отступать. На сегодня на все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в пятницу.